всем привет дамы и господа сегодня снова будет видос из серии чумелые ручки как вы думаете что будет если скрестить шуруповерт powerbank и лет панели то есть лет светильник что из всего этого можно сделать а сейчас расскажу думаю я не сильно вас удивлю если скажу что данный шуруповерт понятно дешевый достался мне в неработном состоянии а именно у него сдохла вот эта вот батарейка какие варианты ну естественно купить новую батарею дорого не имеет смысла вариант 2 скрыть заменить банки которые внутри возможно перевести его на литий то есть на колхозик не мой вариант есть третий вариант я ранее не просто так показал вам powerbank и лет панели то есть смотрите если вы видели моё видео которым это делал из powerbank я сделал охраненный фонарь просто трендец 20 ватт очень ярко светит так вот шуруповерт на 14 вольт powerbank из которого уже сделан фонарь и у него у меня есть выход то есть сюда напрямую аккумуляторы подпаяны соответственно здесь есть напряжение как вы догадались 14 4 вольта а значит дальше я все это дело разберу и скрещу шуруповерт с powerbank и фонариком я думаю будет работать сначала проверить может тут вообще ничего нет да напряжение на аккумуляторе отсутствует полностью все просто 6 винтиков скрываем тут конечно все окислилось ну как я и говорил мне это пофигу потому что эти банки не собираюсь восстанавливать они мне не нужны ну 3 4 4 7 где до 12 12 акумов все мне нужно вот эта коробка и сейчас найду какой-нибудь проводочек и дальше все просто нашел такой провод на метр тянется мне этого хватит отрезал контакты то есть вставляем где должен быть плюсик уже здесь все отмечено плюс минус подправимся туда проводами остальное заливаю термоклеем эту площадку чтоб не ерзала кабель будет входить либо здесь сбоку либо пока не решил возможно снизу просто просверлю но дальше как вы догадались обычный тюльпан штекер и он будет подключаться к повар банку лампочки вот так вот штекер я нашел как вы видите обычный тюльпанчик насадил для начала термоусадку теперь осталось соединить это та часть которая будет подключаться к источнику питания теперь натягиваем черный есть белый сюда еще один нагрызок черного вот так прикроет обжимаем и 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 врага и сейчас займемся подключением непосредственно эти контактов вот этой вот контактной площадке теперь нужно сделать отверстия снизу сверху сбоку не знаю вот здесь наверно сделаю посередине под углом а как раз под углом будет небольшим чтобы не перегибалась здесь я еще одену кусок термоусат что-то вроде этого ставил и припаял плюс минус все теперь просунуть сюда и и и и и залить термо клеем чтобы эта площадка держалась здесь сверху здесь как видно кусочек термоусадки остался он не будет давать сильно сгибаться проводу чтобы он не перерывался не перетерся не перегнулся он хоть чтоб он работал и и и Субтитры сделал DimaTorzok Залил Подождем пока застынет Будем проверять Осталось проверить угадал ли я По идее угадал плюс-минус Сейчас напряжение проверим И если все нормально То я изнутри и снаружи Здесь залью тоже термоклеем Минус А! Повербанк Надо же к нему подсоединить Сюда Ну теперь проверим Все ли в порядке Ну я думаю видно, да? Четенько 14,4 вольта Все в порядке Тогда сейчас изнутри Залью Чтоб вот этот вот проводочек Не ерзал И чуть-чуть снаружи Термоклеем Осталось только проверить Получилось вот такое вот Растягивается на метр где-то Термоклеем засох Все в порядке Сейчас проверим Подсоединяем Работает Мало того Одновременно может работать Еще и лампа Видно немного моргает При старте Но работает Что мы имеем в итоге Скрестил Повербанк С лампой И с шуруповертом Поскольку шуруповерт Нужен мне не часто Будет храниться в таком виде Да Когда нужно воспользоваться Подсоединяю К повербанку И пользуюсь Лампа Источник питания Шурик Плюсы Шурик стал легче Поскольку я вытянул отсюда 12 аккумуляторов Он Намного Полегчал Минусы Заряжать Вот этот вот Повербанк Или лампу И все вместе Нужна Зарядная станция IMAX Зарядная станция IMAX У меня имеется В общем вы поняли Да Дело и проще Зачем менять Аккумулятор Либо внутри Менять банки Аккумуляторов Если можно Просто присобачить Внешний Источник питания Предположим Вы работаете Как я сказал Опа На метр Шнур Растягивается Ну а Аккумуляторы Скажем Сумочку На шею У вас болтается Никаких проблем Получился Такой Полумобильный Вариант Вроде как На проводах Но розетка Не нужна Как вам Такие вот дела Всем пока И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok